Продолжаем наше выживание. Так, в прошлой серии мы с вами остановились на том, что, помните, я здесь построил такую гидропонную станцию. Вот она, гидропонная станция. Я все тут устанавливал. Вот сюда вот так ставил. Посадил сюда картошку, посадил сюда этот коктюр горошек и пшеницу. Но, как оказалось, опять же, в прошлых патчах, когда я играл, я здесь спокойно мог все посадить, и оно у меня росло. Здесь либо они что-то изменили, либо я реально не понимаю. Показало, что сильно много цвета дает вот эта вот станция. И нужно делать, чтобы была и темнота, и надо. На постоянной основе, типа, нельзя, чтобы она была включенной. Не знаю, как это работает. Возможно, если мы нажмем F1 и найдем вот эти вот тут цветочки, возможно, для цветочков сюда и можно будет сажать. Ну, то есть, им не надо будет перерыв делать со светом. Так что, возможно, вот эти вот штуки и подойдут вот сюда. А для картохи оно не подходит. Так что, приходится переснимать. И приходится делать автоматическое освещение для наших овощей. Так что, давайте приступим. Да, честно, я не знал до вчерашнего момента, пока Мизя бегал здесь, собирал... Нет, как его углекислого себе, делал еще сплавы, ну, чтобы построить все-таки взлетно-посадочную полосу для торговца. Зашел сюда, вижу, весь урожай погиб. Начал разбираться и понял, что дело конкретно в освещении. Ладно, давай мы тогда берем лампы, вот эти вот лампы для освещения, для растений. Установим где-то, наверное... Давай вот сюда раз. Потом куда-то вот сюда два. Давай куда-то вот сюда три. По идее, этих трех штучек должно нам хватить. Если будет мало, я просто еще по одной штуке вот сюда добавлю. Но, вроде, вроде должно. Так что, давайте, давайте дальше строить. Так, построим, наверное, буквально немножко. Много нам не надо, потому что у меня даже семян столько нету. Так что, ребят, по поводу той гидропонной установки, которая была в прошлой серии, я не виноват. Я не знаю, почему она не работает. Попробуйте посадить там просто обычные растения. Такие как папоротники, цветы, когда вы это все найдете. А для овощей... Для овощей я построю вот такую вот. Я потом дальше заполню это все вот так вот. Где-то, да, дать сюда, наверное. Может и дальше сделаю, посмотрим. Но пока на начальном этапе сделаем вот так. Так что провода мы подключили. Нам нужны будут... Все-таки лампочки мы установили. Сейчас возьмем еще проводов. Потому что этих, что у меня провода есть, тут с обоих маловластенько у нас будет. Сейчас звоним провода. Я сказал провода. Возвращаемся назад. Да, но надеюсь, перед тем, как вы начнете строиться, вы реально посмотрите все серии. Потому что в каждой серии я что-то дополняю. Типа то, что не получилось. Либо эксперимент пошел неудачно. Так что делаем вот так. Надо будет, когда вызовем торговца, попробовать найти у него папоротник. Реально посадить папоротник, посмотреть, будет ли он расти у нас именно в токе тропольной установки на постоянной основе. Так что давайте сейчас подключим провода. Ничего не видно, конечно, как я подключаю. Но надеюсь, я делаю все правильно. Так. Давай. Давай. И еще чуть-чуть. Так что мне мешает? Вот ага. Так. Не, не то. На буковку С. И ведем вниз. Давай, наверное, вот так сделаем. Все. Вроде все красиво. Дальше нам нужно будет взять с вами в руки такую штуку, как набор сокет. Берем с вами набор сокет. Ставим его вот сюда. Это все вы можете найти в принтере электроники. Нам понадобится вот такой вот набор сокет. Нам понадобится микропроцессор. Вот как он глядит. И лэптоп нам понадобится. Так. Дай мне провод. Сейчас мы подключим с вами. Так. Вот так вот сделаем. Так. Идем вниз. Тут закругляем. Ну, давай. Есть. Хорошо. Здесь тоже мы закруглили. Все. Провода можно прятать. Это можно прятать. Берем в руки лэптоп. Нажимаем один раз на лэптоп. И смотрим, что ему нужно будет для работы. Нужна будет батарейка. И нужно будет программатор. Батарейка и программатор. Вот как он выглядит. Он находится у нас в принтере электроники. Так же самое и лэптоп тоже. Что нужно? Бросаем на кьюшку его на пол. Берем в руки. Где ты? Вот такой вот микропроцессор для записи. Вставляем его вот сюда. Нажимаем edit. И вставляем, получается, сюда вот такой вот кодик. Кодик не мой. Я его не прописывал. Я не умею кода писать. Так что все, что тут на экране, я прошел просто... Нашел на просторах интернета, так сказать. Так что просто нажмите на паузу. Скопируйте его. Чтобы было написано точно так же, как и здесь. Нажимаете подтвердить. Нажимаете экспорт. И забираете его в ручки. И вставляете вот сюда. И теперь, когда мы нажмем на красную кнопочку. У нас с вами загорелись наши лампочки. Они, получается, будут... Давайте руки-то возьмем. Они теперь у нас будут с вами гореть. Получается 600 секунд. И без света будет 300 секунд. И будет вот это вот так оно повторяться. Автоматически. То есть теперь нам не нужно будет следить за... За тем, что включать и выключать свет. Потому что если вы стеклянный куб построите где-то на улице, то от солнца у вас растение тоже будет погибать. Из-за того, что неправильно распределенное время будет. Так что все. Теперь это будет у нас автоматически работать. Так. Включаем свет. Берем вот эти вот наши картосио. Попробуем одну посадить сюда. Так. Берем сюда сажаем. И возьмем фасольку бобе. Посадим тебя, наверное, вот сюда. Сейчас я выключу свет. И посмотрим. Картофель. Нормально. Вроде нормально. Посмотреть, что тут нам нужно. Берем в руки анализатор атмосферы. Поняли за размеры. Берем в руки планшет. Берем в руки вот такой вот чип. Где-то... Где-то тут чип прятал. Ага. Вот он лежит. Вот такой вот чип. Надеюсь, название все увидели. Тоже находится у нас в этом, как его... ВВВ в принтере электроники. Этот чип мы вставляем в наш планшет. Закрываем. Закрываем. Берем в руки планшет. Включаем. И смотрим. Наводимся на растение. И смотрим. Хорошо. Температура 100%. Все 100%. Так. Стресс световой 1%. Dark. Ага. Вроде... Вроде оно должно будет расти. Мы как раз с вами заодно проверим. Через... В определенное время оно выключится. Через 600 секунд. А потом через 300 секунд оно должно будет включиться. Но вроде бы как бы это освещение оно должно сюда доставать. По идее. Если будет мало, мы реально его передвинем. Так как раз заодно с вами и проверим. Так что в принципе, как говорится, с этим мы разобрались. Эта система будет теперь точно работать. Вот 100%. И не нужно будет париться. Ждать, я думаю, пока мясь нету смысла. Потому что она долго будет расти. Но по идее, вроде бы... Растет. Растет. Вроде растет. Посмотрим. Мы с вами сейчас пойдем построим. Получается, эту посадку для... Для этих... Для торговцев. И как раз заодно потом посмотрим. Насколько оно у нас все выросло. Так, закрыть, закрыть. Можно пока позакрывать. Оно нам в принципе не нужно, да? Здесь, я думаю, тоже можно закрыть. Так, по поводу микроволновой печи на этом столе. Как ее вообще сюда установить? Все так же самое. Берем разводный ключик. И отсоединяем. Ну то есть, если вы там сюда заходите поставить микроволновку. Подходите. Нажимаете на кьюшку. Берете в руки разводный ключ. Опа. Поставили. Так же самое здесь будет и фритюрница, и все остальное. Все, что требует подключения, нужен вот такой будет стол. Потом просто стол включаете. И включаете нашу микроволновку. Поняли, да? Ключом снимаете. Ключом ставите. Так, хочу подождать. Хочу немножко подождать, чтобы у нас свет выключился. Женый свет у нас выключился. И как раз посмотреть, как она будет сработать. Ну, я думаю, 10 минут мы тут стоять не будем, да, с вами? Так, в принципе, здесь пока можно... А хотя давай, я уверен в своей плантации, что она будет работать. Посадим и все остальное. Все, у меня больше, получается, нету семян. Что-то у нас... Ага, бобы, да, у нас, по-моему, здесь были. Раз. Здесь мы с вами посадим картоху. Вот сюда вот. У вас. А сюда мы посадим с вами пинечку. Вот так вот. И как раз заодно и проверим, как оно все будет работать. И будет ли оно доставать конкретно до этого места. Ну, по идее, должно. Так, соевые бобы, пшеница, пшеница. Вроде растет. Сейчас я уже хочу дождаться. Сейчас я посмотрю, есть ли у нас здесь какие-то химикаты. Так, нажимаем. Анализ атмосферы. Вставляем, включаем. Вроде химикантов нет, но мы, я думаю, можно, в принципе, прогнать еще. Так, что по температуре? 20 градусов. Отлично. Старайтесь держать внутри 20 градусов. Так, углекислый газ у нас еще есть. Но если будет мало, я там еще себе... Идемте покажу. Тут себе еще немножечко наделал. Ну, вот сколько у меня здесь? 506 моль есть. Ну, в принципе, я думаю, мне должно хватить на такую вот систему. Так что зафиксировали 26. То есть у нас температура. Сейчас посмотрим, как вот эти вот лампы и как наши растения будут давать нам теплоту. То есть насколько у нас поднимется температура. Ну, даже на крайняк, если поднимется, у нас здесь стоит кондиционер. Мы можем спокойно здесь охладить до 20 комфортных градусов. Вот так. В принципе, все. Очистили полностью воздух. Так, выключить и выключить. Но, по идее, растет. По идее, растет. Так, еще 10 минут не прошло. С том, что оно должно выключиться. Оно реально должно потухнуть. Просто я сейчас выйду на улицу, и вы же не увидите, как оно потухнет. Чтоб вам еще такое порассказать бы и показать, что у меня здесь есть. У меня здесь пусто. Здесь у меня трубы. Так, это написать программку. Я, наверное, его заберу и положу в другое место, чтобы не забыть, что оно у нас здесь есть. Так, провода. Провода я тоже забираю. Нам нужны отрубы пока месть. Пусть будут вот с нами вот здесь. Так, здесь тоже можно закрыть. Здесь тоже, в принципе, можно закрыть. Она нам пока месть тут не сильная и надо. Так, а и здесь. Я думаю, можно сделать все то же самое. Во, нужно будет потом зашить полностью комнатку. И стены тоже надо будет потом зашить, чтобы у нас не висели вот такие вот провода. Ну что, свет, ты выключаться будешь, не будешь? Давай. Я, как говорится, жду. Так, давайте так. Я, как говорится, сейчас просто поставлю, пусть записывается. И когда свет выключится, мы с вами подрубим. Ну, то есть, этот момент я вырежу. И как будет выключение, вот с этого момента мы с вами начнем. Ну, тоже, чтобы я тут просто не стоял молча. Так что все, через секундочку с вами увидимся, как потухнет наш свет. Во, видели, потух наш свет. Все, значит, все работает. Через 300 секунд свет должен будет автоматически подключиться. Так что система, в принципе, работает. Я думаю, наверное, я выпущу вот такой вот короткий ролик. В принципе, об автоматическом освещении нашей теплицы. А в следующей серии мы с вами уже построим торговца. Площадку для торговца и вызовем. А эту я выложу для того, чтобы, к примеру, исправить момент из прошлой серии. По поводу этого, как его, по поводу ядропонной станции. Ну, по поводу вот этой вот ядропонной станции. Я, наверное, ее все-таки туда вот поставлю. Одну штуку, чтобы не забыть. Для чего? Чтобы потом, когда мы вызовем с вами торговца, я возьму папоротник. Включу здесь, на постоянной основе. Либо здесь. Я его поставлю, либо куда-то. Может, сюда поставлю папоротник этот. И зашью его. Посмотрим, в общем. Ну, то есть, чтобы он нам не мешал. И здесь постоянно не светил. Можно будет, наверное, куда-то вот сюда потом его поставить. Здесь просто провести вот так стеночку. Ну, то есть, чтобы освещение нам отсюда не давало вот сюда свет. Поняли, да? Так. Каким образом это будет происходить? Сейчас. Мы возьмем с вами железную стенку. И лист металла где-то у нас здесь был. Где нашли с металлом. Вот, нашли с металлом. По-моему, на 1 градус выросло до 29. Во. Температура потихонечку растет. Но за этим тоже, наверное, будет потом следить. Я потом просто возьму вот так вот. Сделаю раз и сделаю два. Потом возьму в руки лист. Защью вот так кубиком. И проведу чисто эксперимент. Здесь потом посажу папоротник, чтобы он... Получается, наше освещение сюда не светило. Ну, то есть и не доставало до наших. И как раз с вами проведем эксперимент. Если, конечно, я не забуду. Но забыть я, в принципе, не должен. Так что, как-то так. Так. Давай включим свет. Пусть оно пока местопон, наверное, и будет. Так, делаем сюда. Закрываем, закрываем. Так, все, смотрим. Темнота, темнота вроде зеленая, зеленая. Темнота зеленая, пшеница зеленая. Конечно, оно не свистит, но мы потом с вами разберем. Я хочу реально проверить просто на папоротник, будет ли эта вся система работать. Потому что с картошками и овощами оно не работает. Увы, ребят, я реально об этом не знал. Я когда встроил, ну, в прошлой серии это все, я опирался на ту информацию, которую я знал давным-давно. И которую использовал. Почему сейчас оно не работает, честно, я без понятия. Так что все. Вот эта вот система, которую мы с вами сделали, будет теперь работать на постоянной основе. То есть, освещение у вас будет автоматическое. По поводу... Это как его? Автоматического. Автомической температуры, чтобы здесь у вас было все на автоматике. Тоже, если честно, я без понятия. Я, опять же говорю, я коды писать не умею. Это вам нужно будет залезть в интернет и самим это поискать. Потому что с этим я реально... Мы вообще не дружим. Ну, если у меня будет расти температура, к примеру, я просто подойду, включу себе кондиционер, охлажу немножко себе воздуха до 20 градусов. Вручную это все сделаю. И буду заниматься дальше своими делами. Тем более, это все пробные. Большую часть времени я просто фармлю, собираю, чтобы показать, типа, что тут есть и как тут все делать. Так что разработчики как-то не продумали эту систему для обычных игроков. Чтобы, к примеру, там взять в руки компьютер, да? Нажать, поставить, написать там, к примеру, там, не знаю. Автоматическое освещение. Те хераки выдало все. Ну, к сожалению, вот такого здесь и нет. Тут нужно быть реально программистом. Так, к нам и положим. Давайте я положим вот сюда. Да, сделал себе улучшенный планшет. Нажимаешь на улучшен планшет. И здесь можно будет, получается, с вами вставлять два. Это у нас атмосфера идет. Два чипа вставлять. А тут идет у нас, это как его навигатор? Где-то навигатор. Да не, навигатор. Не хочу, да, сработать. А, вот и вот я навигатор. Все, отлично. Ну, пока нельзя не пользуюсь. Пока я просто собираю. Сделаю себе мощный бур. Мощным буром вообще отлично работать. Все, и будет компьютер. Так, эти штуки пусть будут здесь. Потом на корнях их разберем. О, все, ребят, и свет загорелся. Видите, прошло 300 секунд, и свет загорелся. Да, теперь точно эта система работает. Говорится, спасибо человеку тому, который вот этот написал вот этот кодик. Ты красавчик. Все. Дальше ждем, как вырастут наши растения, наш урожай. И уже будем потом смотреть. Так, давай включим на секундочку наш кондиционер. Все. Вроде температура упала. Да, 28, 27, 26, 5, 4. Да, все. В любом случае, наше помещение будет нагреваться из-за вот этих вот ламп. И растение тоже тепло дает. Так что, как-то так. Все. Всем спасибо за просмотр. Будет вот такое вот коротенькое видео. Сейчас я монтирую и сейчас я вылажу. Во, картошка растет. Видишь? Уже начало лучше расти. То есть, у нас сначала был такой кустик, а теперь он начал вот такой вот. Да. Когда она вырастет, мы соберем с картохи с вами пару семян. И соберем урожай именно самой картохи. Ну, и отлично. Все. Все, ребят. Всем до потом. Пока-пока. И в следующей серии уже будем с вами строить, как его, площадку для торговцев. Так что все. Всем мур-мур.